здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодняшним видео я вам представляю отрывок из платного моего мастер-класса на бомбер кучинели сейчас как раз на него сезон девчонки кстати уже некоторые связали некоторые вяжут вот это видео является частью из этого двухчасового мастер-класса который рассчитан по размерам там у меня все просчитано по размерам вот как вязать стойку именно в этом бомбере вот все кто желает присоединиться или получить мастер-класс это можно получить сделать при помощи спонсорства у кого есть кнопка спонсор канала стать спонсором кнопочка называется если есть эта кнопочка вот вы нажимаете становитесь оплачивать становитесь спонсором и получаете доступ ко всем я на замечу ко всем мастер-классом у кого кнопочки нет можно обратиться ко мне в telegram вот ссылка на него под видео оплата проходит у кого нет кнопки через донат стоимость та же самая что и спорт спонсор спонсорство но вы получаете доступ к одному мастер-классу но навсегда вот так что обращайтесь кого так что все вопросы в telegram или в комментариях но я думаю все понятно либо становитесь спонсором либо получаете доступ все девчонки смотрим мастер смотрим как же вяжется горловинка у бомбера смотрите я сшиваю плечо здесь тоже у меня ниточка я вот так вот тоже и завяжу и вот прекрасно у меня как раз все получается точно так же сшивая второе плечо видите за закрытые петли отлично все золотая пряжа вот потому что все везде спрятано нигде никаких не узлов ничего не неровности ничего не видно я точно также сшивая второе плечо и так девчонки теперь мы вяжем горловину вот я схематически нарисовала как это горловина выглядит да после сшивания потому что у меня здесь боковые шпы вот смотрите у нас левая полочка правая полочка спинка что мы делаем вот 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 мы теперь отсюда с этой точки видите вот это те части где у нас 18 рядов ровно на полочка мы с этой точки и вот в эту набираем петли именно задействуем вот эту ровную часть и вот эту ровную часть и набираем по горловине здесь петли набираем девчонки так вот у меня две петли одно сокращение вот она ровная часть я здесь привязываю нить и набираем петельки тут из каждой кромочная достаточно и по спинке тут 9 у меня потому что 18 рядов из каждой кромочной 2 3 4 5 6 8 10 9 10 10 10 11 11 12 12 11 12 13 так 29 у меня по спинке и еще 9 по передней детали вот у меня шок и здесь еще ту ровную часть из кромочная добавляю 3 4 5 6 7 8 и 9 отлично так и того у меня что здесь 29 29 29 33 петли для большого размера здесь у меня 9 и 9 и по итогу я набираю 47 47 47 51 петля для горловины теперь я поворачиваюсь я набрала петли первую петельку я снимаю и вяжу резинкой один на один вот да кстати про спицы спицы я взяла двойку хотя я резинку вязала 200 два с половиной вы же смотрите как вы хотите потуже какая у вас вязка я хочу чтобы плотненький такой воротничок был вот поэтому у меня двоечка вообще туго-туго-туго пытаюсь пытаюсь во всяком случае вязать тогда газы это у нас изнаночный ряд 1 довязывают до конца ряда вот и теперь отсюда добираю две петли изнаночными смотрите 1 и 2 2 петли поворачиваюсь здесь смотрю как у меня провязана последняя петля изнаночная значит вот здесь вот будет лицевая первую петлю снимаю и вяжу лицевая далее лицевая здесь изнаночная у меня здесь у меня лицевая да вот она изнаночная значит тут важно чтобы не перепутать чтобы потом вырисуется узор и так конец ряда последняя изнаночная и теперь в лицевом ряду я набираю две петли лицевой 1 2 и поворачиваться это значит что я при вязании вот здесь вот добавила две петли очень не сюда сюда века плюс две петли потом вернулась сюда в эту точку плюс две петли это девчонки у нас получается росток до принцип ростка по большому счету так что у нас лицевая вот изнаночная здесь у меня лицевая тут у нас неудобно приходится прощупывать пока не видно так в конце ряда у меня последняя изнаночная вот и я добираю изнаночными 3 петли 1 2 3 поворачивая и вижу ли это уже у нас первое добавление было теперь у нас второе 3 3 3 4 второе добавление ну тут тут тоже самое из изнаночной стороны только это сейчас я изнаночная первый раз а второй раз лицевой так здесь и начиная с лицевой то есть теперь у меня по 3 петли добавляется в последнем случае ну как бы в большом размере 4 петли а вот конец среда и я добавляю 3 петли 1 здесь 1 2 3 поворачиваюсь и я эту же самое далее мы вот в этих участках делаем по точно также по 3 либо по 4 петли у кого как смотрим здесь как у нас изнаночная лицевая изнаночная лицевая и изнаночная интегрируем набранные петли в узор и вяжем и вот так вот каждого в конце каждого ряда мы добавляем свое количество петель в лицевом ряду лицевыми петлями в изнаночном ряду обязательно изнаночными петлями и вяжем вот прям до этого места так вот я расписала все наши сокращения это 1 2 3 4 5 и 6 что это значит что мы делаем сокращение слышите меня добавление где 1 вернее 1 2 3 4 5 и 6 вот она сейчас 6 последние то есть вот я их раз расписала все я сейчас сделала приблизилась вот к этой точке до конца я дохожу к этой точке я приближаюсь вот все сокращения для вашего размера вот видите как это все выглядит здесь идет на убывание да и вот я уже приблизилась до 5 раз я добавила сейчас у меня 75 петель для вашего размера после пяти добавлений должно быть вот такое вот количество петель вот в конце вот смотрите выглядит как это горловина очка вот она у нас широкая по спинке и сужается к переду и у меня после пяти добавлений вот осталось вот кусочек и вот кусочек сейчас видите здесь больше здесь меньше почему-то принципе не особо и разница но общем в этом месте вы можете подкорректировать девчонки вот я уже изнаночный ряд провязала и здесь я добавляю три последние петли в конце это шестой раз раз два три вижу лицевой ряд еще в конце добавлю 3 лицевые и еще провяжу изнаночный ряд и после этого все петли закрою так интегрируем узор изнаночный лицевая изнаночная лицевая и по сути наша горловинка готова очень аккуратно и очень красивая что хочу пока ряд буду вязать до всего шесть как бы удлиненных в нашем случае рядов не укороченных удлиненных и вы вот эту линию отсюда к этой точке можете разделить маркером визуально на шесть частей это я вам просто объясняю как вам проще будет набирать эти петли давка с какой частотой да потому что здесь определенного как бы правила нету тут просто больше такое интуитивное до состояния визуальное как бы определение но вы можете на шесть частей разделить и вот по те те петли которые вам нужно добрать для вашего размера вы из этой вот кусочка из этого между маркерами просто вытягиваете и все в принципе таким образом у вас легко получится как бы попасть в эти петли в эту горловинку важно набрать как бы начала вот по большому счету боковушки потом улочки делите на шесть равных частей приблизительно на шесть равных ну хотя тут у нас господи равные части не будем не будем усложнять себе жизнь вот и вяжите вот эти удлиненные ряды добавляя петельки и в принципе все вот так вот вяжется этот воротник в принципе и ищется бомбер вот с таким воротником воротник имеет такую же форму и вяжется так и добавляя последние три петли 1 2 3 вяжу еще один изнаночный ряд и в лицевом ряду буду закрывать все петли изнаночная лицевая вот это момент намного труднее чем понять саму горловину мне так кажется вот где я определяю делиться там уже в общем полотне уже и вот здесь вот видно как бы а вот где начало там вообще ничего не видно и нам остается сшить это все дело пришить молнию и не наслаждаться и носить но и получается сша так вот довязали отряд до конца здесь просто я довязываю и далее ухты 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 закрываю по уму вот как лежат петли уже видите что сделала ладно давайте сделаем вот так вот вернемся вот что здесь плохо в этом узоре кстати в основном что там если потеряется петля то ее очень трудно поднять вот правда так ну и все у меня лицевая следующая закрывают две петли вместе провязывать лицевой потом две петли вместе изнаночной возвращая лицевой изнаночные так вот тут особо-то за эластичностью следить не нужно потому что нам здесь здесь у нас есть молния вам здесь прям тянущий пося края не нужно возможно даже нужно вот этим закрытием по большому счету ну главное не растянуть чтобы немножко зафиксировать этот край